МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ответы у заместителя главного врача по медицинской части Оксаны Довголевской. Оксана Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Алена. Рада вас сегодня приветствовать. Благодарю. Познакомимся поближе с самим родильным домом и узнаем издалека, сколько же лет он уже существует и какие же основные этапы развития он прошел уже. Нашему роддому в этом году исполнилось 77 лет. Но наш роддом не первый роддом, который был открыт на Кавказских минеральных водах. В 1947 году было принято решение о открытии оснований роддома. Было выбрано небольшое здание, двухэтажное, общими усилиями сотрудников, население, был выполнен ремонт и оборудован роддом. На первом этаже располагалось гинекологическое отделение и женская консультация. На втором этаже расположили родильное отделение. Но в послевоенное время численность населения росла, и уже помещений не хватало. Было принято решение о строительстве нового здания. Было принято решение построить здание на этой же территории. И вот в 1973 году, 1 января, было официальное открытие роддома. Но первый крик ребенка был услышан 31 декабря 1972 года. В 1994 году роддом был выведен из структуры Минераловодской районной больницы в отдельную юридическую единицу. В 2016 году у нас был проведен капитальный ремонт женской консультации, которая осталась в двухэтажном здании. В 2019 году была открыта большая клиника-диагностическая лаборатория наша собственная. За 10 лет был выполнен ремонт во всех отделениях стационара и была облагорожена территория роддома. И на сегодняшний день какая же структура сформировалась у роддома и какие же отделения в него вошли? В структуру нашего роддома входят следующие отделения. Это акушерско-физиологическое отделение, которое состоит из родильного блока и послеродового отделения. Это отделение для новорожденных, отделение реанимации для новорожденных, гинекологическое отделение, отделение анестезиологии и реанимации для взрослых, отделение патологии и беременности, женской консультации, клиника-диагностическая лаборатория, рентген-кабинет, физиокабинет, кабинет антенантальной охраны плода. У нас есть кабинет психолога, ну и прочие сопутствующие, помогающие нам отделения. Это бухгалтерия, аптека, пищеблок. Коечная мощность нашего роддома – это 105 коек. Для нашего населенного пункта, для города, для нашего количества населения – это среднее количество коек. Но мы справляемся. То есть можно сказать, что все отделения есть? У нас есть все отделения. Проще назвать, что чего-то нет все-таки. Нет, у нас есть все, что положено для нашего уровня. У нас есть все. Это очень здорово. И что можете сказать о самих врачах? Сколько же их работает и какая квалификация требуется при устройстве на работе именно в роддельный дом? В настоящее время многие медицинские учреждения испытывают кадровый дефицит. А я вот с радостью могу сказать, что мы укомплектованы всем персоналом на 85%. Всего в роддоме у нас работает 215 сотрудников. Из них 42 доктора. 80 человек – это у нас акушерки и медсестры. 60 человек – это прочий персонал. И 33 человек – это младший медперсонал. И, конечно же, при приеме на работу мы смотрим на дипломы, на их квалификацию. А вообще я горжусь своим коллективом, потому что все наши сотрудники – это настоящие профессионалы и большие молодцы. А еще у нас очень замечательный руководитель. Для повышения квалификации какие же меры принимаются вашими сотрудниками и как часто это нужно вообще делать? Современная медицина идет вперед большими шагами. И, конечно же, мы хотим соответствовать новому времени. Наши сотрудники на регулярной основе ежегодно посещают региональные, межрегиональные, всероссийские форумы, лекции, конгрессы в онлайн, в офлайн формате. А внутри учреждения также мы проводим лекции. Мы делаем разборы наших клинических случаев с последующими выводами. Также мы приглашаем лекторов к себе для практических, для теоретических занятий. Все это улучшает нашу работу и делает нашу работу качественнее. То есть мы внедряем новые технологии, новые практики, новые знания. Вот новые технологии, они все-таки связаны именно с самой техникой, с оборудованием. Да, вот именно в процессе проведения, может быть, обращения. Вот в таком, именно в человеческом плане есть какие-то новые методы или тут все классически происходит? Если мы говорим о технологиях, то это, конечно, больше к аппаратуре можно отнести. А так, за последние годы поменялось само общение пациент-врач, пациент-медсестра. То есть это более доверительное отношение. Нет какой-то вот такой стены между пациентом и доктором. Но это, наверное, социальные технологии, больше не высокие технологии, а социальные технологии. Да, потому что все-таки нередко это становится проблемой, когда именно сталкиваются с таким, мягко говоря, невежимым отношением персонала. Вот тут идет ли проработка именно с отношением к пациентам? Тем более можно понять, что да, кажется большой поток, но все-таки работаете ли над этим с сотрудниками? Вот мы всегда работаем с сотрудниками на эту тему, что нужно разговаривать хорошо. Пациент находится в стрессовой ситуации, попав в лечебный учреждение. Ведь мы иногда сами становимся пациентами, ведь мы тоже забываем, что мы доктора, мы также можем другому доктору, другой специальности задать какой-то глупый вопрос, потому что мы волнуемся. Поэтому я часто говорю, представьте себя вот на месте пациента. Объясните доступно, расскажите заботливо, вежливо. Ведь пациенту в этот момент даже не нужна не столько медицинская помощь, сколько внимания и забота. Это стало работать, то есть поменялось отношение персонала к пациентам. Может быть, где-то, да, конечно, не всегда можно уследить, но работа над этим ведется постоянно. То есть это говорится на утренних конференциях. Это просто обговаривается, чтобы к пациентам мы были добрее, добрее, заботливее, внимательнее. Есть система наставничества какая-то, особенно, наверное, такое дело тонкое, которому нужно учить не только в университете, но и на практике? Мы ежегодно, ну, наш коллектив обрастает новыми сотрудниками, но вот в этом году к нам пришло 12 молодых, именно молодых сотрудников. Из них 4 доктора и 8 сестера и акушерок. И вот в этом году при таком большом потоке молодых специалистов мы задумались о программе наставничества. Мы ее разработали, вот сейчас прям внедряем. Но нашим молодым докторам помогают более опытные коллеги. То есть они помогают в теоретических вопросах, в практических вопросах. Всегда молодные сотрудники могут обратиться ко мне вот с любым вопросом, с любой проблемой, с любой задачей. То есть мы всегда помогаем, мы всегда на связи, мы всегда их пытаемся научить и оставить у себя. И что хочется отметить, что молодые специалисты, вот которые к нам пришли, у них огромное желание работать, научиться и начать работать. И немножечко о статистике. Сколько же вот в среднем родов проходит ежемесячное в вашем роддоме? В среднем у нас в роддоме около 200 родов. Для нас эта цифра высокая. Ну вот как бы если так подумать, то в месяце 30 дней делим 200 на 30, получается около 7 родов в день. А все мы знаем, что роды – это процесс небыстрый. Иногда идет не так, как мы запланировали. И поэтому сразу можем представить, 7 родов в день, в каком ритме и в каком темпе работают наши сотрудники. То есть у нас большое количество родов именно для нашего учреждения. Действительно, вот нередко, как вы отметили, бывают роды именно с осложнениями. В таком случае есть какие-то программы или меры поддержки для самих женщин? В нашей стране сейчас разработана система трехуровневой маршрутизации женщин во время беременности. Мы являемся организацией второго уровня. То есть есть беременные женщины с патологиями либо со своей стороны, либо со стороны ребенка, которые остаются на лечении родоразрешения у нас. А есть пациентки, которые направляются на лечение или родоразрешение по показаниям с их стороны или со стороны ребенка на третий уровень. Третий уровень – это у нас перинатальные центры города Ставрополь. Отлично. И если говорить подробнее о самом обеспечении, материальном обеспечении, какое же оборудование используется у вас? Наверное, мы можем похвастаться, что несмотря на маленький наш город, небольшой роддом, у нас есть все необходимое современное оборудование. У нас есть три лапароскопических стойки, гистероскопическая стойка. У нас есть два экспертных аппарата УЗИ, на которых мы выполняем первый пренатальный скрининг. У нас есть два современных аппарата ИВЛ для новорожденных. У нас есть два кювеза современных для выхаживания недоношенных детей и оказания им помощи в критической их ситуации. Ну и необходимое остальное мелкое оборудование. То есть у нас все есть. И все это уже современно, да? То есть все современное, конечно, это все обновлено буквально в последние 5 лет. А если именно говорить о новых технологиях, методах, что-то внедрилось за последнее время, если да, то как же это выглядит теперь? Именно технологии. Но вот мы же оказываем помощь не только женщинам во время беременности, мы же еще оказываем помощь и гинекологическим пациентам. И вот с гордостью можем сказать, что за последние 5 лет мы стали применять высокотехнологичную медицинскую помощь. А именно мы проводим операции, органосберегающие лапароскопическим методом женщинам при опухолях гигантских размерах на придатках матки и на матке. Также мы проводим органосберегающие операции при генитальном пролапсе, вагинальным методом и лапароскопическим доступом с использованием сетчатого ипланта и без него. И чтобы попасть на такое высокотехнологичное лечение, нужно ли получить направление? Конечно. То есть пациентка обращается в женскую консультацию по месту жительства. И не обязательно она может обратиться в нашу женскую консультацию. По месту своего жительства они должны дать направление в наш роддом, им будет оказана эта помощь. И вот раз такое высокотехнологичное оборудование, как же оно обслуживается именно технически? Все силами больницы или же есть какая-то помощь со стороны? С силами больницы, роддома. То есть при необходимости мы закупаем новое оборудование. По мере выхода новых приказов, которые требуют дооснащения, до оборудования, мы приобретаем это оборудование. Все наше оборудование мы обслуживаем в плановом порядке. Также по мере необходимости приобретаются расходные материалы, все необходимые препараты. И кто же помогает приобретать все материалы и обновлять оборудование именно финансово? Роддом. Сам роддом. Роддом, конечно, Министерство здравоохранения, но в этом всегда помогает, то есть идет на помощь. Отлично. И такая актуальная тема, самая популярная, возможно, это партнерские роды. Расскажите, насколько сейчас это возможно, актуально и как это проходит именно в вашем учреждении? Мы приветствуем, мы практикуем партнерские роды. И вот что мне хочется сказать, что партнерские роды это не обязательно присутствие отца будущего ребенка на родах. На партнерские роды женщина может позвать любого человека, который ей близок. Мама, сестра, человек, с которым ей будет комфортно прожить этот процесс. Ведь процесс, опять же, не быстрый, болезненный. То есть этот человек будет во время родов поддерживать ее, дышать, успокаивать. И этот человек вместе с мамой услышит первый крик ее ребенка. И для таких партнерских родов нужно ли как-то заранее документы составлять? Или просто вот мама говорит, что я буду с этим человеком и все? Мама сама решает, с кем она будет на партнерских родах. То есть это все в доступной форме. У нас должен быть обязательно свободный отдельный родильный зал для этого. Должно быть у партнера большое желание присутствовать на родах. Он даже по желанию может пройти психологическую консультацию, чтобы быть готовым к каким-то моментам. Ну, необходимо там небольшое обследование и соответствующая одежда. Чистая хлопковая футболка, штаны, тапочки. И еще такой тренд, наверное, современный – это присутствие на родах доулы. Вот в вашем роддоме есть ли такая и можно ли тоже ее брать с собой? В нашем роддоме доулы нет, но мы никогда не против и не препятствуем, если пациентка возьмет с собой доулу на роды. Потому что они профессионально обучены, они им помогают, и они их процесс делают менее стрессовым. Поэтому мы за доулу. То есть пусть пациентки приглашают, мы будем только за. Вы также упомянули консультацию. То есть перед родами именно в вашем роддоме можно пройти консультацию определенную и папе, и маме, да? Да, у нас есть психолог, то есть кабинет психолога. У нас существует школа матерей. То есть мы стараемся, чтобы пациенты посещали ее. Почему? Потому что во время этой школы матерей у них проходят экскурсии по роддому. И они еще до процесса родов изучают все отделения, помещения. То есть они могут прийти с отцом ребенка. Они знакомятся с нашими специалистами. То есть у нас есть прям отдельные лекции, куда приглашаются. Реаниматологи, детские реаниматологи, акушеры-гинекологи. И они задают все вопросы, которые их интересуют. То есть иногда у нашей школы матерей может длиться 30 минут, а иногда может 2 часа длиться. То есть пациентки задают все вопросы. И они когда уже приходят на роды, те, которые посещают школу матерей, у них многие вопросы отпадают. И вот они приходят спокойные, подготовленные к родам. И какие же принимаются меры предосторожности и безопасности для матери и самого ребенка? Ну, в нашем учреждении мы обеспечиваем санитарно-гигиенический режим, соблюдаем противоэпидемический режим. Конечно же, мы пользуемся клиническими рекомендациями, медицинскими стандартами оказания помощи для того, чтобы лечебный процесс оказывался правильным и без каких-то осложнений. И уже после рождения, вот именно первые дни, да, какая же оказывается поддержка маме? Первое, что мы, конечно, пользуемся ранней выпиской мамы и ребенка домой. После того, как пациентка выписана, мы передаем патронаж в женскую консультацию. И уже пациентка находится на амбулаторном наблюдении. При необходимости, при возникновении каких-то жалоб, какой-то проблемы, она в экстренном порядке обращается либо к врачу женской консультации, либо в гинекологическое отделение. А так она проходит плановые осмотры, при необходимости выполняются ультразвуковые исследования, берутся лабораторные анализы. И вот уже по мере поступления какой-то проблемы, то есть она решается врачом женской консультации. А вот до выписки из роддома, то есть все равно, с какое количество времени она еще проводит в роддоме и какие вот условия создаются? Условия какие создаются? Ну, в роддоме мы используем семейно-ориентированные технологии. Это партнерские роды, это совместное пребывание матери и ребенка, это раннее прикладывание груди, когда только ребенок родился, то есть в течение первого часа-двух мы прикладываем к груди. Мы отдаем приоритет естественному вскармливанию, мы выполняем профилактику гипотермии ребенка, мы выполняем вакцинопрофилактику новорожденных. У нас проводится ранний неонатальный скрининг детей, то это скрининг, который выявляет редкие наследственные заболевания, то есть это очень важно, потому что ранний скрининг, если вдруг что-то выявлено, то есть это дает докторам возможность составить план лечения, обследования и профилактику каких-то серьезных осложнений у этого ребенка. Также у нас выполняется аудиологический скрининг, то есть это скрининг на выявление слуховых нарушений у ребенка. Ну и ранняя выписка. Третьи-четвертые сутки пациентка уже идет домой с ребенком на руках. Вот как раз вы помняли о вакцинопрофилактике, это такая относительно острая тема, когда многие мамы современные отказываются от этого, приходилось ли с таким сталкиваться, и что делать в таком случае? Да, мы сталкиваемся с проблемой антипрививочников, как говорят, как их называют. 95% конечно у нас полностью прививают детей, но есть вот 5%, которые отказываются от прививок категорически. Сначала у нас беседуют врачи-на-анатологи, затем заведующие отделения, потом подключаются я, мы беседуем, проводим. Иногда, вы знаете, даже мы просто привозим какие-то нехорошие примеры, просто даже хочется, ну, как-то напугать маму, чтобы она знала, что вот если она это не сделает, могут быть такие осложнения. И, вы знаете, работает, иногда это работает, то есть включается что-то, иногда вот говорим, что ребенок, он же не может сказать, чтобы мама, привей меня, я хочу быть здоровым, что вот за ребенка полностью отвечаете вы. Мы же привиты все были, правильно, вы по своему национальному календарю, почему вы его не прививаете, он тоже, ребенок должен быть здоровым. И мамы, вот, многие соглашаются, после бесед проведенных соглашаются, все-таки прививки делают. Просто интересно узнать, откуда же эти корни пошли, откуда такое заблуждение. Да, действительно, даже странно, потому что действительно все мы выросли, и все понимают, наоборот, какую пользу это несет, и какими здоровыми мы выросли. Ну, хорошо, что получается убеждать, это очень важно. Алена, знаете, я сейчас задаю вопрос, а вот обоснуйте свой отказ. Ну, вот вы отказываетесь, обоснуйте, мне скажите, я не хочу ставить прививку, потому что никто никогда не может сказать, почему они не ставят. Никто не может, потому что они их не знают, потому что слушают некомпетентных специалистов, и вот просто не приходят, потому что нельзя, потому что не нужно. Ну, почему конкретно никто не может сказать? И вот тоже вот этот вопрос их иногда ставит в тупик, и они задумываются, и потом начинают прислушиваться к нам. Но все-таки категорических отказов не было? Бывают категорические, конечно, бывают. Когда 9 месяцев пациентка настроена на отказ от прививки, очень сложно за 3 дня ее переубедить. То есть иногда удается, иногда так и не удается. Приходится ли сотрудничать с другими медицинскими организациями, учреждениями? Да, мы сотрудничаем с другими учреждениями. То есть мы, например, консультируемся, отправляем на лечение, получаем рекомендации от стационаров третьего уровня, это перинатальные центры. То есть по телефону, либо пациентки наши маршрутизируются к ним, мы выполняем все их рекомендации. Также нам всегда помогают сотрудники Мироловодской районной больницы. Нам помогают коллеги из соседних роддомов, особенно вот когда мы закрываемся на плановую дезинфекцию, весь свой поток они берут на себя. Также есть организации, которым помогаем мы, то есть которые звонят нам уже для консультации, которые к нам отправляют пациентов на лечение, мы берем, помогаем им тоже. И также строите ли вы взаимодействие с общественными организациями, которые поддерживают материнство и детство? Если да, то как происходит это взаимодействие? У нас есть организация, которая помогает нашей маме в сложных ситуациях. В социальном плане имеется в виду? В социальном плане. То есть вот пациентки, которые остались в тяжелой жизненной ситуации, без работы, без жилья, у которых сложное материальное положение. То есть они им помогают вот прям психологической помощью, они их трудоустраивают, они им предоставляют место жительства, они им помогают материально, одежде, питанию. Вот за вот эти полгода они помогли уже 50 нашим беременным женщинам. Они им помогают и в период беременности, и помогают им после родов. То есть и вот помощь от них очень колоссальная. Это краевые организации? Это наша региональная, да, организация. И как же осуществляется взаимодействие с районными поликлиниками уже после рождения ребенка? То есть становление на учет и так далее? Мы сохраняем преемственность между медорганизациями. Мы все данные передаем в поликлиники путем электронных сервисов. То есть в этих выписках находится полностью, содержится вся информация о новорожденных. И вот таким образом, то есть они потом путем нашего взаимодействия осуществляют патронаж новорожденных у себя уже по месту жительства. И снова вернемся к статистике, к таким цифрам. Если вы ее ведете, конечно, сколько же таких благополучных случаев родов и сколько же осложнений? Вот именно в процентном соотношении чего больше? Ну вот хочу начать с того, что исход благополучной беременности и родов не может зависеть только от нас на 100%. То есть в этом есть и ответственность самой женщины. Как будет протекать беременность? Как пройдут роды? И вот чтобы все было нормально, мы всегда советуем пациентке встать рано на учет. Выполнять все рекомендации наблюдающего врача-акушера-гинеколога. Выполнять все назначения смежных специалистов, если такие назначения потребовались. Мы советуем проходить вовремя все обследования, сдавать необходимые анализы. Чтобы это было вовремя и в поставленные сроки, мы советуем посещать еще раз школу мам, чтобы быть подготовленным к этому. И вот когда пациентка выполняет все эти наши рекомендации, вот тогда мы можем предотвратить какую-то неблагоприятную ситуацию. И вот мы пришли к тому, что сейчас у нас 85% благополучных родов. И это не без помощи самих беременных женщин. Вот насколько важно пройти обследование именно в процессе планирования беременности? То есть до еще, до зачатия. Насколько важно и что нужно сделать? И нужно ли в принципе обследоваться? Может витамины какие-то пропить при планировании? При планировании беременности, конечно, нужно пройти небольшое, но все-таки обследование. Подготовиться к беременности. А обследоваться на инфекции, то есть выполнить УЗИ малого таза, то есть сдать мазки на онкоцитологию, УЗИ молочных желез пройти, мамографию. Конечно, прием витаминов тоже никогда не будет лишним. И вот тогда, то есть когда перед беременность беременность будет осознанная, предгравидарная подготовка будет пройдена, тогда будет исход беременности, я думаю, лучше, чем без планирования. И вот есть такая рекомендация, вот вы сейчас подтвердите, опровергните, что все-таки витамины самостоятельно тоже не стоит пить, их нужно грамотно, чтобы не было где-то переизбытка, где-то недостатка. Вот в данном случае тоже требуется ли консультация врача или есть безобидные витамины, так скажем? Безобидных витаминов, вот как вы сами говорите, их нет. Конечно, лучше прийти к врачу-акушеру-гинеколога и который пропишет вам конкретные витамины, которые хорошо будут влиять на беременность, на планирование беременности. Это вот фолиевая кислота, все ее беременные, до беременности начинают пить и пьют во время беременности. То есть это, опять же, если пить в больших дозировках, она тоже может нанести вред. Поэтому нужно пить в рекомендованных дозировках, 400-500 микрограмм. То есть это будет профилактика развития, пороков развития со стороны центральной нервной системы, плода. Вот с этой целью мы ее и назначаем, и пациентки наши принимают. Вот. Отлично. И чтобы оценить эффективность в целом работы родильного дома, какие же показатели вы используете и оцениваете сами? Показатели, наверное, количество родов, которые проходят у нас год, количество гинекологических операций, которые мы выполняем, количество жалоб и характер жалоб, какие отзывы оставляют от нас пациенты. То есть все это анализируем и понимаем, как мы отработали, что нам улучшить, на что сделать упор, что поменять, что, может быть, новое внедрить. То есть вот такими аналитическими справками мы добиваемся каких-то улучшений, показателей. Вот уже за ваш опыт работы можно ли сказать, что все-таки статистика удачных, успешных родов увеличивается с каждым годом? И что этому способствует, как считаете? Конечно, то есть успешных родов, благополучных родов становится больше. Опять же, вот внедрение всего, что я перечислила, способствует тому, что люди обращаются к нам, что люди становятся более ответственны, выполняют все рекомендации, принимают все назначенные препараты. И можно ли сказать, что подход к беременности сейчас более осознанный стал у женщин, у семей? Или все-таки эта статистика колеблется еще? Нет, подход, я считаю, что осознанный. То есть готовятся к этому, вся семья готовится действительно и обследуется, и принимают препараты, витамины. То есть и психологически тоже настраиваются к беременности. И какие можете выделить успехи и достижения роддома за последнее время? Наверное, главным успехом я считаю, что пациенты нам доверяют и нас выбирают. Оставляют положительные отзывы, а мы стараемся их не подвести. И до конца текущего года есть ли какие-то грандиозные планы? Наверное, нет пока. Также работать, принимать, рожать, оперировать и закончить год благополучно. Отлично. Спасибо большое, что к нам сегодня пришли. Было очень интересно детально узнать, как же зарождается новая жизнь. Было, правда, очень познавательно. Спасибо за эфир. Алена, благодарю за приглашение и спасибо за интерес к нашему учреждению. Дорогие зрители, эфир актуального интервью подошел к концу. О работе Минироводского межрайонного родильного дома поговорили с заместителем главного врача по медицинской части Оксаной Довгалевской. До встречи в новых выпусках и, как всегда, оставайтесь на своем.